Представляем вашему вниманию новую программу нашего канала РОК под названием «Библейские растения южного берега Крыма». Направленность ботаническо-растительно-познавательная. Первое растение, о котором хочу кое-что вам рассказать, это, конечно же, инжир. Или библейским текстом это смоковница. Она справа от меня, вот и слева в том числе. Вообще у нас много здесь смоковниц. Это такой сад, сад смоковниц. Первый раз она упоминается в первой книге «Бытие» Библии. И интересная история с этим деревом связана. Адам с Евой, когда согрешили, ослушались воли Божьей и вкусили от дерева познания добра и зла. И они увидели, глаза их открыли, что они наги, голы. И что они сделали? Какая первая мудрая мысль пришла им после этого грехопадения? Они сделали себе или сшили, там написано, одежды, опоясание. Вдумайтесь, драгоценны. Если вы никогда не держали и не щупали листья, то вы не поймете, как это было и что это принесло в жизнь Адама и Евы первых людей. Эти листья, во-первых, они очень такие неплотные, они такие пористые. Они с вырезами такими. То есть, для поясания они не очень бы удобные. Я бы выбрал, наверное, слава Богу, не на их месте листья платана, какие-то более такие плотные, без всяких вырезов или какого-то другого дерева. Но это меньше всего подходит. Ну ладно, они набрали и они попробовали сшить. Друзья мои, листья смоковницы шершавые. И на ощупь, когда ты рвешь сами плоды, то потом высыпает на руках, на коже, очень часто на открытых участках тела раздражение. Какие-то даже аллергические такие моменты. Поэтому выбрать смоковные листья для опоясания на нежные участки тела, это было не наилучшее решение Адама с Евой. Более того, когда вы срываете плоды или листочки, то это дерево выделяет определенный такой сок, такую жидкость, которая такая тоже клейкая, такая неприятная, она оставляет дискомфорт точно. Поэтому, когда вот эти опоясания оделись, я думаю, что это доставляло для Адама и Евы очень большой дискомфорт для их тела. И о чем это говорит нам сегодня? Это говорит о том, что когда человек грешит перед Богом, то он повторяет классическую ошибку первых людей. Друзья, каждый раз, когда мы, согрешая, поступая неправильно перед Господом Богом, начинаем оправдываться и придумывать какие-то нелепые аргументы вместо покаяния, вместо признания своей вины, все это выглядит как опоясание из смоковных листьев. Вторая библейская история, связанная со смоковницей, это история о Закхее. Был такой человек с таким именем, который по профессии своей был начальник налоговой инспекции, но низенький ростом. Он очень хотел увидеть Иисуса Христа, который шел через ту местность, где он проживал. Но за толпой, которая следовала за Иисусом, он не мог просто физически пробиться, несмотря на свое положение. Знаете, что он сделал? Он влез на дерево. Да-да, начальник налоговой инспекции, со связями с положением, со всевозможными своими вот этими достоинствами того времени, он как пацан, как мальчик залезает на дерево. Этим деревом, конечно же, была смоковница. Довольно хрупкое дерево, не предназначающееся сегодня, не использующееся в каком-то производстве. Хрупкое, но он на него залез. И знаете, его вот этот подвиг, но реальный подвиг, не постесняться, не погнушаться, не побояться толпы, молвы, залезть на дерево, чтобы увидеть Христа Иисуса, этого Учителя, он был вознагражден. Иисус, проходя, заметил его, отметил его, взглянул на него и написано сказал, «Мне надобно быть у тебя сегодня в доме». Друзья, представьте, человек, ради того, чтобы увидеть, влезает на дерево, а вознаграждается тем, что Иисус приходит к нему домой. И у них происходит общение, вечеря, и заканчивается вся эта история обращением, покаянием, смирением закхея, решением воздать всем, кого он обидел, кого грабил, с кого неправомерно взял денег, отдать эти долги, в четверо раздать. И заключительные слова Иисуса Христа этому человеку были следующие. «Ныне пришло спасение дому сему». Вот так бывает, когда человек не стесняется, не боится поступить даже как-то в глазах общества опрометчиво, глупо влезть на смоковницу, чтобы только увидеть Иисуса. Но это было Его действие. Как насчет нас с вами, друзья, что мы сегодня делаем для того, чтобы встретиться с Богом лично и пережить эти благословения? Есть ли в твоей жизни какая-то смоковница, на которую ты не постесняешься влезть, залезть, чтобы встретиться с Богом? Я не понимаю, на какую смоковницу людям надо залезть? Смоковница в аллегории означает какое-то действие, которое человек должен совершить совершить в своей жизни, несмотря на вот эту всю жизненную рутину, бытовуху, которая нас сковывает, которая нам не дает встретиться с Богом. Суеталия это, еще что-то. То есть какой-то шаг веры, какое-то такое действие, которое Господь Бог оценит. И третья история, заключительная про дерево инжир, смоковницу библейскую. Мне приходит на память история с Иисусом Христом. Когда он с учениками проходил и увидел дерево, которое должно было бы уже приносить плоды, листья на нем были, а плодов не было. Интересный момент, что это дерево, это нужно видеть самому. Весной или ближе к лету сначала появляются плоды, а только потом листья. Обычно у деревьев наоборот. Но здесь вызревают плоды, а потом листья. И вот Иисус приходит, и уже листья есть, уже они распустились, они раскрылись, они большие, а плодов нет. И посмотрев раз, посмотрев второй и третий, Он проклял эту смоковницу, и она засохла. О чем эта история для нас с вами? Каждый человек имеет свои дары, таланты, способности от Господа Бога, и для чего-то мы предназначены здесь, на этой земле, от Него. В свое время псалмопевец сравнил людей с деревьями. Мы как деревья в Божьем саду. И каждое дерево, оно имеет свою цель. Почему оно посажено? Там или в другом, или в третьем месте. Ты и я. И вот этот главный садовник, с большой буквы Господь Бог, он однажды проверяет, насколько мы плодоносим. При этом он создает самые комфортабельные условия, как мудрый, хороший, добрый садовник. В хорошей почве поливает, удобряет, обрезывает, опрыскивает, если надо, и так далее, и тому подобное. Но если даже после всего этого какое-то дерево, какой-то человек не приносит плода, не приносит результата, то может наступить момент, когда садовник скажет, не будет занимать место, да будет уничтожен, да будет убран. Добро пожаловать, это жизнь. Это каждый из нас так поступал или поступает в своем садовом участке. Мы смотрим на дерево, мы ожидаем от него плода, если его нет, мы его срезаем и убираем. Да благословит тебя и меня, Господь Бог, чтобы нам взять пример из этой истории, в свое время плодоносить и приносить плод для него. Минжир еще служит, посмотрите, тенью для вот такой вот твари. Вот она. Тварь божья, кошечка. Чао!